Здравствуйте! Смерть Егора Зайцева спровоцировала те же самые разговоры, что начались после ухода его знаменитого отца в 2023 году. Теперь, когда обоих модельеров нет, неизвестно, что будет с домом моды красного Диора. Впрочем, одним только дизайнерским предприятием, наследие Вячеслава и Егора Зайцевых не ограничивается. 19 июня – день рождения дома моды Вячеслава Михайловича Зайцева, и в этот день ушел из жизни единственный наследник великого кутюрье. С таким заявлением выступил близкий друг и партнер Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов после скорбной новости. Егор последние дни своей жизни провел в больнице. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь именитого кутюрье, однако оказались бессильны. Теперь нас ждут проводы в последний путь еще одного Зайцева, спустя всего год с небольшим после основателя дома моды в Москве на проспекте Мира. Разумеется, всех интересует ответ на главный вопрос – что же будет с наследием славы Зайцева? И есть ли там что наследовать? Вот что говорил сам Егор, когда в 2023 взялся разбираться в делах тогда только что почившего отца. Оплачиваю оставшиеся многочисленные долги папы. С нотариусами и семейным адвокатом разбираемся в клубке вопросов, например, мы видим случайно нашедшуюся выписку со счета одного из банков на три с чем-то миллиона евро. А на счету на день ухода Вячеслава Михайловича на этом счету 3000 рублей. И другие счета все пустые. Похоронив отца, Егору действительно пришлось непросто. Ему пришлось бороться за наследство. В итоге он стал обладателем квартиры в Париже. Конечно, дом моды в Москве тоже отошел единственному наследнику славы Зайцева. Егор искренне хотел возродить дело отца, который под конец жизни из-за проблем со здоровьем уже не мог сам управлять предприятием. Распоряжался Егор, пусть и недолго, поместьем родителя в Каблукове. Именно там доживал свои дни Вячеслав, полагаясь на заботу друзей. Эти товарищи, которых не выносил наследник Кутюрье, осуществляли уход за немощным Зайцевым. Это была целая семья Гарафуддиновых, которую сам Егор называл не иначе, как вылупившиеся дети лейтенанта Шмидта. Так заботливо ухаживали за больным сгнившие кухонные столы, а в опустевшей кладовке в подвале многолетний черный грибок, опасный для жизни. А шкафы и шифоньеры забиты пустыми коробками и коробочками. И что там было, еще предстоит выяснить, бесился Егор. Других наследников у Вячеслава Зайцева не было, и после оборвавшейся жизни его сына, все имущество должно отойти следующему поколению этой знаменитой семьи. У Егора было две дочери. Старшая Мария родилась 1 декабря 1993 года в Москве в гражданском браке. Дома Марусю обожали, особенно сам Слава Зайцев. Вторая внучка легендарного кутюрье Настя появилась на свет в отношениях Егора с моделью и театральным режиссером Екатериной Ромашкиной. Марусе сейчас 30 лет, ее единокровной сестре всего 15. Судя по всему, именно Марусе Зайцева станет новой хозяйкой дома моды в Москве. По крайней мере, именно ее Слава Зайцев желал видеть своей преемницей. Тем более, что и образование у нее подходящее. Старшая дочь Егора Зайцева училась в лаборатории моды и на факультете искусствоведения. Он собирался писать завещание буквально за несколько дней до трагедии, но не успел. А я точно знаю, что он все планировал отписать внучке Маше. В том числе усадьбу в Каблуково, где жил долгие годы. Я знаю, что за пару дней до смерти Вячеслав Михайлович звонил Маше, хотел сказать ей это. Она не ответила. Ну, собственно, как всегда. Все, что могли, от деда они получили. А теперь зачем отвечать? Старый больной, кому он нужен, рассказывал экс-директор дома моды Николай Головин. Впрочем, кто знает, возможно, Егор Зайцев успел составить завещание, в котором разъяснил, кому что в итоге должно отойти из наследия красного Диора. Вполне вероятно, что сама Маруся Зайцева, которой приковано столько внимания в связи с уходом отца, не захочет влезать в запущенные дела родителя и деда. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!